Естественно, невозможно не поговорить о Лермонтове, потому что есть юбилейный повод. Да, в общем, лермонтовская тема сама по себе, она настолько интимно, настолько волнует каждого, что вряд ли есть человек, у которого не было бы к Лермонтову глубоко личного, несколько даже собственнического отношения. Я думаю, что Лермонтов для русской поэзии и вообще для русского характера довольно экзотические случаи, отсюда и вытяготение к исламу, в котором он много раз признавался, небеса Востока, меня с учением их пророка невольно сблизили, а отсюда и фаталист, текст абсолютно выдержанный в духе исламской философии, философии фатализма, когда от тебя зависит только сохранять лицо, и все остальное предопределено, и единственное достойное мужчиной занятие – это поэзия, война и странствия. Я думаю, что обвинение Лермонтова в имперстве, довольно часто и в том, что он покорял Кавказ и так далее, исходит из полного непонимания лермонтовской природы. Лермонтов ехал на Кавказ и вообще служил в армии исключительно в личных целях. Был ли Лермонтов патриотом – вопрос отдельный, он об этом сам написал о странной любви, но никаких, так сказать, иммунентностей, никаких врожденных данностей в его мировоззрении нет. Лермонтов – это человек, который использует войну и армию для того, чтобы затачивать себя, свой дух. Для него и Россия была, а не более чем предлогом реализовывать свои сложные чувства, свой огромный поэтический дар. Лермонтов едет на Кавказ не покорять, ну, это я давно уже написал Мацири и Маугли, о том, что есть два разных подхода к колониализму, один идет на восток учить, а второй учиться. В общем, нет больших сомнений в том, что Киплинг, кстати говоря, знаменитый портрет Лермонтова в «Фуражке» очень похож на молодой портрет Киплинга военного корреспондента, два профильных графических эскиза, а дело в том, что Лермонтов идет на Кавказ, чтобы набираться мудрости востока, и восток для него как раз унижен вестернизацией, унижен покорением. «Берегись», – сказал Казбеку, «седовласый шат, покорился человеку, ты не даром, брат». Не надо покоряться, надо сохранять свою цивилизационную, ни с чем не сравнимую отдельность, свое умение относиться к времени как к потоку, а не как к графику свершений, свое умение не зависти от внешних обстоятельств. Ведь, собственно говоря, философия востока, религия востока, она гораздо более эгоцентрична, чем религия запада. Невзирая на вот такие дежурные противопоставления, типа того, что восток – это масса, а запад – это единицы, одиночки, личности, ничего подобного. Как раз, наоборот, для востока внешние обстоятельства жизни не так важны. Для востока важно, как ты используешь эти внешние обстоятельства, чтобы заточить свой образ, чтобы максимально реализовать свои потенции. Вот для Лермонтова война – это же не личное его дело. С большинством чеченцев, кстати говоря, он искренне дружил, он гордился, когда они одобряли его посадку, его одежду. Он идет на восток не для того, чтобы его покорять, а для того, чтобы там набраться каких-то приемов, необходимых для своей мудрости и своей реализации поэтической. Кстати говоря, и восточные сюжеты, восточные бродячие пабулы, какаши Кириб, Лермонтовым обрабатываются, на него влияют. И Печорин на востоке чувствует себя гораздо органичнее, чем на западе, отчасти, потому что восточное отношение к женщине для него достаточно органично. Вот это удивительное сочетание обожания, обожествления женщины вообще, и довольно-таки потребительское отношение к женщине конкретное. Это все есть на востоке. И это, в общем, не лермонтовский вариант, когда женщина является другом, понимателем. Хотя такие отношения, как, например, с Лопухиной у него бывали. Для него это, вот здесь для него, безусловно, борьба. И, разумеется, ждать, чтобы он проявил понимание, сочувствие к Вере или Мэри, совершенно напрасно, потому что иначе его мужская сущность распадется и будет уязвлена. Он же, помните, он чувствует временами невероятное сострадание к Вере. Он чувствует и колоссальную жалость к Мэри, когда еще минута, и я упал бы к ее ногам, но он не может себе этого позволить, потому что у него совершенно другой путь, совершенно другая реализация. И, кстати говоря, и в Леговской, которая как бы является прологом, пролегоменом к роману, это только еще попытка нащупать главную личную драму. «Ты любишь, ты боготворишь, но жить рядом ты не можешь». И это отношение к женщине как принципиально другому существу, с которым невозможно мирное сосуществование, оно для Лермонтова характерно в высшей степени. Сочетание обожания, любви, ненависти и довольно грубого прагматизма, который так царапнул Белинского при первой встрече. Я думаю, что Лермонтов, парадоксальный случай еще и потому, что это подросток, гениально одаренный. Это довольно редкое явление, в том числе в русской литературе, вундеркинд. Огромный ум, потрясающее понимание людей, невероятный поэтический дар. Прежде всего, я думаю, поэтический дар не просто сопоставимый с Пушкиным, а в плане музыкальности, в плане лиризма, его еще и превосходящего. Лиризм Лермонтова – это не совершенно особое. Пушкин все-таки поэт лироэпического склада, и он в гораздо большей степени риттер, чем транслятор. Что касается Лермонтова, вот он действительно выразитель каких-то тончайших, совершенно небесных настроений, каких-то эмоций, которые месту только на острове Ефалук. Вот остров Ефалук в описании многих его посещавших психологов – это место, там что ли 30-х насчиталось, каких-то эмоциональных, совершенно невероятных уникальностей, ну там сочетание гнева и счастья, сочетание любви, сентиментальности и так далее. Я думаю, это не потому, что на острове Ефалук создались какие-то уникальные исторические условия. Просто остров Ефалук, он дольше, глубже задержался в древности. А в древности ведь эмоции неверифицированные, неверсифицированные, 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 вот наконец-то я это выговорил. Недиверсифицированные, они не разделены. Чем древнее культура, тем она синкретичнее. В ней не разделены жанры. Например, там представление является синтезом песни, танца, повествования, драмы и так далее. А равным образом эмоции в ней еще не разделились на отдельный гнев, восторг, сострадание, а переживаются синтетически. И вот этот вот синтетизм, синкретизм древности, он для лермонтовского творчества, для его восточной мании, он чрезвычайно характерен. А у него нет отдельно любви, ненависти, сострадания, мести. У него это все вместе. У него такое, знаете, мировоззрение несколько дикарское, потому что дикарь одновременно готов тебя убить и погладить, да убить и обнять. Я думаю, что лермонтовское дикарство сознательно, оно выпистывано в себе, потому что для него характерен культ прекрасной древности. Или никогда на голос смещения из золотых ножов не вырвешь свой клинок, покрытый ржавчиной презрением. Для него древность имела смысл, потому что там еще были ценности, за которые стоит умереть. А об этом умирающий гладиатор, о том, что новая Европа – это Старый Рим, место, в котором не за что умирать и не хочется умирать, место, в котором смысл жизни абсолютно размылся. Сейчас, кстати, Наталья Громова написала замечательный текст о том, что многие люди идут на войну именно потому что смысла нет, непонятно с о чем. Но вот детей вырастил, а куда дальше? Это происходит, конечно, от такого неумения воспользоваться жизнью как шансом, потому что жизнь – это действительно такая вещь, которая по формулировке одного замечательного французского абсурдиста нуждается в руководстве к действию, в мануале таком. Руководствуя по пользованию. Потому что жизнь, она не предполагает же вот того, что ты должен все время либо что-то делать, либо кого-то убивать. Жизнь – это пространство для реализации себя, и можно использовать ее для того, чтобы отравлять жизнь окружающим, а можно для того, чтобы наслаждаться божьими чудесами или собственными талантами. Но надо уметь раскопать в себе эти таланты. Надо вообще уметь выбрать для себя максимально приятное тебе и минимально вредное для других занятие. Вот для этого нужна школа. А если, соответственно, у тебя нет этого навыка, для тебя всегда готова работа на государство. Иди и убивай врагов внешних или внутренних. Вот это самое страшное, конечно. Поэтому умение распорядиться своей жизнью, найти ее смысл, найти в ней и в себе наиболее важные занятия, как говорит один мой студент, твоим призванием является либо то, что ты делаешь наибольшей любовью, либо то, что ты делаешь наибольшим отвращением, потому что там самое большое сопротивление, и, значит, именно это тебе лучше всего удается. Это довольно неглупая, как минимум, мысль. Но если человек не умеет это в себе расчистить, то ему, конечно, беда. Конечно, для него единственный смысл будет в убийстве других. Мотивация Лермонтова была совершенно иная. Лермонтов, душа моя, я помню, с детских лет чудесного искала. Лермонтов с рождения знал, чем ему следует заниматься. Он всегда имел колоссальные литературные способности и невероятный интерес к этому занятию. И неудивительно, что главной трагедией его жизни была колоссальная невостребованность. Человек с государственными способностями, такими как он, человек с великим литературным даром, таким как он, вынужден был жить и развиваться в самое поганое время, в эпоху позднего Николая, когда ни свободный разговор о чем-либо, ни свободное литературное творчество, ни свободное осмысление происходящего невозможно. Лермонтов мог быть государственным человеком, как и его Печорин, с великими потенциями, но этого нет. Герой нашего времени – это герой времени, которому не нужны герои. Это герой колоссальной невостребованности и одиночества страшного. И поэтому Лермонтов обречен искать реализации на Кавказе на единственном месте, на единственной точке в Российской империи, где есть приложение его способностям. Но это, как Больший Глоб говорил, большинство людей идет в криминал, потому что это последнее место, где возможно приложение их способностей, вертикальный рост, хоть какая-то мобильность. А подавляющее большинство людей в современном мире чувствуют себя лишними, потому что у России востребованы охранники или нефтесосы, качающие или охраняющие трубу. Все остальные люди не нужны, другие профессии просто потеряны. Лермонтов, в некотором смысле, действительно герой нашего времени, потому что я не очень понимаю, зачем жить современному человеку, где все возможности жизни блокированы. Поэтому я, кстати говоря, допускаю, что многие люди, желая подражать Лермонтову, едут на войну, но ведь это не та война, на которой Лермонтов мог бы отличиться. Это война, которая Лермонтову была бы абсолютно поперек души. Потому что если покорение Кавказа имеет, по крайней мере, хоть какую-то государственную цель, не скажу смысл, то война с Украиной – это просто перемалывание своего и украинского ресурса. Поэтому здесь, я думаю, что Лермонтов, если бы уже поехал куда-нибудь, то опять же на Ближний Восток, и, скорее всего, в армию Израиля, потому что там есть действительно такое гордое, обреченное противостояние, обреченное, потому что все равно арабский мир гораздо больше, и, ну, противостояние, скажем так, экзистенциально более острое, гораздо более рискованное. Вот представить Лермонтову в армии Израиля я могу, как могу там представить Генделева. А Генделев, безусловно, поэт Лермонтовского, точнее, Гумилевского склада. Вот тут меня спрашивают, есть ли общие между Лермонтовым и Симоновым, ну, очень отдаленное, потому что все-таки Симонов, вот, 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 что здесь принципиально важно. Понимаете, Симонов – это личность далеко не такого масштаба. Он отдаленный, конечно, человек, но с Лермонтовской гениальностью это рядом не лежало. А тут еще есть масштаб личности. Вот такое понятие, как масштаб личности, там, главные величия и участия, о чем любил говорить Бродский, это, скажем, то, что отличает Ходосевича от Маяковского. Масштаб дарования Ходосевича не в пример меньше, а масштаб дарования Маяковского огромен. Но как личность Ходосевич значительнее, и страсти, обуревающие его, сильнее, вкус у него лучше, и, невзирая на весь кошмар отдельных его поступков, они тоже сопоставимые с поступками Маяковского. Вот, говорят, Ходосевич написал на смерть Маяковского очень кощунственный некролог. А Маяковский не кощунствовал при жизни. Маяковский говорил такие вещи, которые Ходосевичу не снились. И, кстати говоря, сколько вот Ходосевичу упрекаются от Марихин, а Маяковского критикуют за «я люблю смотреть, как умирают дети». Но «я люблю смотреть, как умирают дети», кстати говоря, не неправильный пример, потому что это сказано не от своего имени, а сказано от имени Бога, это ему представляется такой жестокий Бог, это вообще все эти стихотворения, они именно о Боге, и у меня есть мама на Васильковых обоях, это у меня икона висит на стене, понимаете, а вовсе не то, что у меня мамина фото-карточка на обоях, поэтому здесь или там ее черты проступают в обоих, это как раз Маяковского и Ходосевича в известном смысле роднит полное отсутствие уважения к смерти, здесь на горошине земли, будь ли ангел или демон, а человек уж не за тем, чтобы забыть его могли, это Маяковское отношение к жизни, просто другое дело, что масштаб Ходосевича как человека, более умного, более начитанного, более сложного, он, я думаю, был гораздо больше, чем у Маяковского, который во многих отношениях оставался просто обывателем, пытавшимся активно бороться с этой обывательщиной, с ревностью, с чувством собственника и так далее, ему, собственно, и весь футуризм за этим был нужен. А возвращаясь к проблеме масштаба личности, Симонов, конечно, в этом плане значительно отстает от продукт советского вырождения, советского измельчания, значительно отстает в этом плане и от Гумилёва и от Лермонтова. Вот Гумилёв и Лермонтов – это такая пара в русской литературе, такая инкарнация, достаточно сравнить, ну, например, поэмы «Миг» Гумилёва, написанную тем же на мужскую рифму четырёхстопным ямбом, восходящим, конечно, к Шильонскому музнику Жуковского Байрона, ну и «Мцери», как раз романтическая поэма в исполнении Гумилёва и отношение к женщине в исполнении Гумилёва, да, восторг, скажем так, восторг наблюдателя и цинизм потребителя. Простите меня за эти грубые слова, но это так. И это, кстати, наилучшим образом слилось в его отношении к Ларисе Рейснер, когда он сначала её боготворит, а потом довольно грубо в номерах употребляет. Это и есть его, такое, я бы сказал, ну, главное противоречие его жизни, когда есть физиологическая потребность, а есть эмоциональное, литературное, даже, я бы сказал, рыцарственное обожание. Гумилёв этого в себе примирить не мог. Вот я думаю, что, может быть, этого не могла в его случае понять Ахматова, потому что для Ахматовой он был такой мальчик-дикарь, ей нужны были другие отношения, и она хорошо понимала, что такое отношение соавторство, единомыслие, то, что было у неё с Шилейко, то, что было с Пуниным. А она всё-таки европейенка, а Гумилёв – это да, я знаю, я вам не пара, я пришёл из другой страны, мне нравится не гитара, а дикарские напев зурны, и умру, и они на постели, и так далее. Кстати, как ни странно, вот этот же пафос, ну, не освоение чужих земель, а безумного любопытства к чужим землям, бесконечного восхищения Божьими чудесами, что отражено у него второе инкогнито, это чрезвычайно знакомо Набокову, который не зря относился к Гумилёву с таким мудрическим уважением, мудрическим обожанием, потому что и странник, да, ну, просто Гумилёв коллекционирует, условно говоря, истории любви, ловит женщин, а Набоков ловит бабочек. Кстати говоря, бабочка для Набокова была, наверное, вот эта хорошая тема, таким женственным символом. Вообще коллекционирование бабочек у Набокова было таким наиболее цивилизованным, наиболее, что ли, гуманным изводом той жажды, которая одолевала и Лермонтова, и Гумилёва. Это самое невинное из коллекционирований такого странника. Но, конечно, Набокову колоссально повезло с верой, которая была на его психологически очень похожа, и они могли жить как бы в таком сотрудничестве, с работничеством. Поздравляю, кстати говоря, двух своих американцев.